Слава Иисусу Христу! Что-то у вас голос троит Я покрестился и он прошел Слава Аллаху, пускай Аллах будет Вот такая книга дома есть? А, так ты конкретно это? К сожалению нет. О, ну ты как вы жить-то будете без этой книги-то? А где ее взять? В любую ближайшую церковь идете и там просто берете, покупаете. Бесплатно? Да бесплатно там ничего не найдете вы. Все, купите. Ну, она стоит-то там рублей 600, самая дешевая. Это книга жизни. О том, как человеку надо жить, чтобы не попасть в гиену огненную. У меня такое чувство, как будто я попал в эту гиену. Ну так вы в ней сейчас пребываете, если вы не веруете. Вы при жизни уже как в гиене. Я как бы в это верю, но не придерживаюсь принципов. Такое у меня смешанное. Я не до конца удостоверившийся человек. Ну, Господь говорит, ему вообще дела нет Богу до того, что мы там, у нас мнения какие-то свои. Он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. То есть он говорит, будет судить по слову, по этому. Он сказал, насколько мы соответствуем этому слову, насколько мы уверовали в это. А уверовать надо просить Бога просто, чтобы он дал веру. Если какие-то грехи есть, блуд, прелюбодеяние, компьютерные игры, курение, алкоголизм, обман. Надо все это отставить, покаяться перед Богом. Господь откроет и все, эту веру. Это однозначно. Однозначно. У меня мурашки по коже от ваших слов. Серьезно. Ну, смотрите. Это просто надо знать такие вещи, что Господь пришел ради нас, именно воплотился ради грешников. Он пришел. Он сказал, я пришел не признать неправедников, а грешников к покаянию. И он умер за наши грехи. То есть мы... Он изрек в свое время, еще в раю, сказал, что если, говорит, согрешишь, то смертью умрешь. То есть за грех мы платим смертью вечной жизни. И это как бы правило, которое невозможно исключить. Вообще никак. То есть если ты хоть раз согрешил, то все, у тебя гиена огненная. Я так же 100%. Но он, написано, отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. 3.16 Ивана. То есть он взял наш грех на себя и умер на кресте, заплатил за нас. Если мы не уверуем в это, то все грехи на нас остаются. А если мы уверуем, покаемся, примем крещение, троекратное погружение, то есть в церкви, будучи, и будем жить праведно уже с этого момента, Господь даст и такие силы, дает, то мы душу свою спасем. Это жизнь настоящая. Мы так и должны жить ради нее. Против такой жизни. Типаж жизни какой должен быть у верующих? Как у апостолов. Вот если вы в книгу Библию прочитаете, там есть деяния святых апостолов. Вот это такая жизнь, это вот истины верующих. Как сам Христос жил. То есть все, не ищи пользу своей, ищи пользу другого. То есть возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, всем разумением и ближнего, как самого себя. В этом все заповеди и все пророки. Вот именно на этих двух заповедях держатся. А вот эти книги, они по-разному могут выглядеть? Или это одна единственная во всех? Нет, вот она, смотрите, правильная только одна. Библия, 7,7 книг в ней внутри. Если 66, то это сектантская уже. Ее надо отбрасывать. 56? Бывает 66 книг. Сектанты, они 11 книг выбросили из Библии. А вот если вы в церкви крыльете, то там 7,7 книг. Да, внутри. Вы откроетесь? 7,7. Вот вы всегда смотрите. Если в церкви, то можете смотреть 100%. А если где-то вы найдете Библию, посмотрите, что было 7,7 внутри книг. 77 книг в одной. Да. Правильно. Да. 77 книг. Писали апостолы. Я на мотарею, она вписала. И все были ведомы Духом Святым. То есть Дух Святой, Господь вводил их. 40 авторов. Апостолы, пророки. Так. А вот, по-вашему, на кого я похож? Чей у меня облик? Женский. У вас женский же, потому что у вас бороды нет. А Бог так устанавливал, он положил различия между женщиной и мужчиной. Мужчине дал голос грубый, женщине, там, такой, тонкий. В различии в теле. Их дал различия, дал растительность мужчине на лице, а женщине не дал. И то есть, если бы женщина растила бороду, то мы бы сказали, ну, ты на мужчину будешь похожий. То же самое, если мужчина бреет бороду, то это на женщину. Есть такая заповедь. Левит, 19 глава, 27 стих. Господь говорит, не порти края бороды твоей. То есть он сразу сказал, чтобы мы не портили края. А царь Давид, когда своих слуг отправил там в другое царство, и там, чтобы над ними насмехнуться, им половину бороды отрезали, и они назад к Давиду возвращаются. И он их не пустил в Иерусалим и говорит, сидите в проклятом городе Иерихон, пока у вас борода не отрастет. То есть борода это бесчестие для мужчины, если ее нет. И это власть над женщиной. Если вы захочете, вот если вы решите по заповедям Божьим жить, то вы бороду не будете трогать. На вас сразу восстанет мать, жена, девушки и прочее. Они скажут, вы что, не, 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 оставь, сделай, будь как мы. Потому что они равные хотят с вами быть. А мужчина создан неравный. Мужчина глава, женщина, женщина в подчинении. Нет у меня бороды и девушки тоже нет. Ну вот. Но хотя я как они. Не трогайте ее бороду никогда. Вы что, выбросьте просто этот. Никогда не трогайте. Бог будет слушать ваши молитвы гораздо ближе. Это внешний вид мужчины. Мужчина тема отличается. А как там в раю? Написано, сейчас даже скажу, как написано. На сердце, говорит, не приходило. И на ум. Что уготовил Бог, любящим его. То есть это не может прийти на сердце даже. Человеку. Он не может это представить. Написано вот так вот. Сейчас я прочитаю точно. Подождите, не уходите. Я жду. Первый коринфян 2.9. Но как написано. Не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. Вот. Отчего в Библии нет, о том и не рассуждаем. То есть невозможно это представить. Какое-то некое великое радость и блаженство. Неизвестное. А написано зато про гиену огненную, про ад. Написано, что плач и скрежет зубов. То есть какое-то такое тяжелейшее состояние. Бесконечный плач и скрежет зубов. У меня как бы-то в жизни это состояние преследует меня. Оно и при жизни может быть. Уже оно предвещает показывать человеку, чтобы он отошел от этого. Я знаю это. Я из грехов сам обратился. То есть Господь меня обратил. Я сам много грехов наделал. И Господь все это снял. Просто рука к рукой снял. Ничего не осталось. И радость одна в Боге. С братьями молимся. Господь слышит молитву. Ты знаешь истину. Ты идешь по ней и все. Ты идешь и знаешь кому идешь. И для чего идешь. Мир уже тебя страх вот этот мирской. Он больше тебя не трогает вообще. Страх смерти же у человека. Никуда ты его не денешь. Человек за эту жизнь держится как не знаю за что. Чтобы здесь как можно больше получить удовольствие. А там уже что попало. Вот это только о том, что нет веры в вечную жизнь и в суд Божий. А надо бояться просить, чтобы Господь дал страх Божий. Чтобы был страх перед ним. Чтобы не грешить. Потому что если страха нет, то грешишь. Но самое высшее это когда ты не грешишь из-за любви к Богу. Самая большая высшая степень. О как. Ну это надо дойти еще. Мне приятно было выслушать вас. Потому что человек попался редко. Вообще попадается то матершина, то пьют, курят. То есть вы, во-первых, у вас застегнута верхняя пуговица. Сразу плюсы какие. Да, конечно. А у меня. Да, да. Сразу какие плюсы. Сразу видят. Вы ничего не пили. Ничего не курили. И одеты сидите. Это вообще какой-то нонсенс здесь. Я прям приятно послушаю. Ну я... Вообще я люблю вот так вот застегивать пуговицу. Ну это как-то аккуратно. Так это собранность. А когда все говорят, все ходят без пуговицы. Ну это вульгарно как-то. Не знаю. Это не собранность. И при том это они делают вообще не сознать. То есть если ты галстук, то есть галстук бесполезная вещь. Если ты снял, обязательно должен расстегнуть пуговицу. То есть просто абсолютно ненужное установление, которое все как зверьки просто подчиняются. Зачем этому? Собранность. Пуговица нужно, чтобы была здесь. Она собранность. Все, ты собран. В армии за это вообще строго очень с этим. Если ты расхлябанный будешь. Потом пьют, сидят. Я не знаю просто. У меня кока-кола. Ну вообще даже когда собеседование, ой, когда люди беседуют, лучше вообще в рот ничего не брать. Это правильно. Ничего. Потому что... Ну ничего, явно же что... Явно что... Но интервал там. Можно что-то, да. Явно человеку не мучает жажда. Зачем пить, если жажда не мучает. Общаясь при этом с человеком. Да. Ну вы заходите, у нас большой, очень есть в ютубе ресурс. Вы видите, как верующие зовут. И там все просто узнаете. Во свете библии в ютубе называется. Во свете библии. 42 миллиона просмотров там у нас. Наверное, самый большой ресурс в ютубе, который в мире существует вообще. Там строят православную деревню. Единственную в мире. Которая... Чтобы оттуда попасть, надо доказать, чтобы начать строить, чтобы с тобой начали разговаривать, что ты не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь и не лжешь. Если это доказывается, то только разговор начинается с человеком. То есть там все верующие, женщины с покрытой головой. Наберите во свете библии. Да, меня это немного даже к этому тянет. Я задумывался уйти от цивилизации, так сказать. Ну, надоело вот это все. Вот. Посмотрите. И хороший путь вот этот вот. Так эта душа, она страдает. Ты хоть как крути, вот все, кого вы знаете там, кто без Христа живет, они страдают. Все. Сто процентов. Для чего нужно пить, бухать, курить? Для чего? Ну, страдания свои гасить. Ты гасишь эти страдания, у тебя постоянная депрессия от этого. И главное, ты это не гасишь. У тебя просто на некоторое время только уменьшается, а потом еще хуже и хуже. И так заворачивает, и все, человек доходит. Все по этому пути идут. Зачем это? Если можно непосредственно от Бога получать истинную жизнь, радость, искренность. Ты ничего не скрываешь. Врать совершенно запрещено верующему. То есть ты ничего не врешь никогда. А крест обязательно должен быть? Я как бы скрещен. Если скрещеный, крест, конечно, надо носить. Это напоминает о крестных страданиях Христа, то, что он умер за наши грехи. Мне, с моим образом жизни, мне страшно носить крест, потому что я грешу, бывает так. И грешить с крестом, это как-то у меня, не знаю, похоже. Лицемерно воспринимаете, да? Крест не снимайте. А как это? Я имею в виду, что вы воспринимаете это то, что вы как лицемерите, получается, перед Богом. Настя крест не грешите. Да. Но крест не надо снимать никогда. Не снимайте его. Даже если вы, вы просто должны, вот если вы знаете, что идете делать и грех, вы помолитесь Богу, скажи, Господи, вытащи меня из этого. Просите у Бога, чтобы вам самому не выйти из этого. Никогда никак. Это я сам по себе знаю. Самому из грехов не выйти. Но надо захотеть и просить Бога. И Господь будет устраивать, и людей посылать. И вам даст силу эту, чтобы выйти из грехов. Другого пути нету. Только через Бога. Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Это его слова. Ничего не можем творить. Всякое доброе дело дается от Отца Светов. То есть Бог дает всякое доброе дело. Даже человек какой-то грешник делает доброе дело, это Бог ему дает. А когда вот грех делает, это дьявол ему дает. Так что заходите, подпишитесь на наш канал. Хороший. У нас есть ресурсы в интернете, другие там, сайт во свете Библии открытым оком. Там много книг начитаны, Библии начитаны. Можно слушать. Вот по Ютубу можно прям слушать Библию. Едешь и слушаешь. Очень удобно. Канал один он есть, да? Да, да. Во свете Библии. Во свете Библии. Во свете Библии. В Ютубе. Там такой бородатый дедушка нарисован. Вы увидите на этом канале, что это за человек. Это, ну можно сказать, святой человек при жизни. Канал во свете Библии. Открытым окном Игнатий Пяткин. Игнатий Лапкин. Вот, да. Столько там, вы увидите, там такие ресурсы. Просто все божественное. Давай тут колокола засыпали. У меня шли там мурашки. Вот мы даже молились перед тем, как сюда зайти. Помолился, чтобы Господь послал доброго человека, который сможет принять слово. Так что, а грехи никак по-другому не прощаются, как только на исповеди в церковь к священникам. То есть, сначала на коленях перед Богом попросить прощения, и потом на исповеди надо их перед священником сказать. И священник, данный его властью, Господь ему оставил власть такую. Он сказал, кому простить, тому простятся. То есть, у него такая власть есть. Он может простить вам грехи, если вы в условии, при условии, что вы по-настоящему покаялись. И у вас, как я, когда первый раз каялся, у меня как будто вот такой огромный камень с плеч сняли. Все другое стало. По-другому на все смотришь. Все по-другому изменилось. Я это представляю. Искренне. Душа как будто была темная и стала светлая. И одна только радость и благодарение Богу. Везде видишь Бога, везде благодаришь Его. Вот это все. Что ж ты встал с утра, дышишь, питание тебе, он дает, там жену. Самое главное, вот с женщинами иметь дело не надо. Имеется в виду незаконно. Это убивает вообще любого мужчину практически. И гол, голова тупая становится. Грех большой. Блуд и прелюбодеяние. Компьютерные иглы, блуд, прелюбодеяние, это все вместе. Порнография, она идет и убивает. А что делать, если соблазн слишком велик? Не надо ходить, где это соблазн есть. Вы с кеми не общаетесь. Общайтесь только с верующими людьми. С неверующими вы будете от них заражаться, потому что написано, что худые сообщества возвращают добрые нравы. Ты будучи верующим, ты находишься в обществе неверующих людей, ты возвращаешься, никуда не деваешься от этого, потому что это в тебя проникает. Ты слушаешь этот мат, эти образы, которыми они разговаривают. Во-первых, там разговор только пустые, пустословие, как то, что, кто о чем сказал, что-то такое, машину какую-то он купил, женщина там, как я ее, то-се. Там ничего, все мертвое, как у мертвецов, у трупов одних. Ничего божественного, то есть, ниже земли мысли все идут. Даже не на земле, а ниже. А у верующих только божественные. Как Господь умер за наши грехи, как Он сотворил мир, какие заповеди дал. То есть, Высшее, Небесное. А Душа, она питается, то у нее Небесное. То есть, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, всякое слово, Душа этим питается. И вот в Библии, если вы будете читать, вы будете, у вас Душа будет питаться. Просто вы это будете чувствовать. Просто питание натуральное. Потому что таких вы ни от кого не услышите. Все, если что-то говорят, они либо льстят, хотят вам угодить, вам именно. Либо, наоборот, хотят вам что-то подгадить, либо хотят какую-то выгоду иметь от этого. А у верующих такого нету. Все хотят спасения души ближнего. И Господь говорит именно, как написано, Слово Божие живо и действенно и проникает до разделения души и тела, составов и мозгов и судит все помышления, сердечные, размышления и помышления, эти, и помышления сердечные судят. То есть, оно проникает внутрь Слова Божия. Вот Библия святая. Без него никак не прожить, без этой, без этой книги, брат. Я даже, когда Дашу жил, раньше вспоминаю себя, ну, думаю, это вообще, как это можно было? В такой тьме, в таких грехах, в такой тяжести. Я даже вспоминать не могу прошлую жизнь, меня передергивает всего от этого. А сколько сейчас вам лет? Тридцать. Практически. Угу. Ну, так что, вот так. Вы увидели, да, канал у вас там видно? Да, я вот, я на нем. Вот. Вы прям вниз, там, можете зайти в видео, плейлисты, и увидите, вот, Игнатий Тихонович Лапкин, это исповедник православной веры. Он пять тюрем прошел, в советское время, его за веру сажали. Зальше за веру сажали, вот он пять тюрем прошел, за слово Божие. И потом, в итоге, он отсудил, в 90-х годах, его реабилитировали, у него изъяли огромную фонотеку, Библия, Златоуст, Жития святых, и он подает в суд на государство, и выиграл иском 11 миллиардов. Но по тем деньгам, те деньги. И выигрывает этот суд, и ему денег нету, государство платить, ему посредине Барнаула дают два дома, и землю. И сейчас в одном там храм, люди ходят, ну, в другом он живет, домиком. То есть, Господь одержал победу, то есть, и нету того государства, сатанинского, которое его сажало, и он, здравствует, и он многих людей к Богу привел. Если вы, какие-то у вас вопросы есть, вот если вы запишите их, самые тяжелые вопросы, которые есть по жизни, можете записать, и выйти по скайпу, Игнатий Лапкин его зовут. Он единственный такой в скайпе, вообще больше нету такого. Игнатий Лапкин. В скайпе он сегодня не общаться успевает. Он для всех открыт. Его знают митрополиты, патриарх его знает. Он для всех открыт, беспит, четыре часа, а доходил до двух с половиной часов. Все время только людям помогает, как людей к Богу привести, чтобы они от грехов отошли, и в церковь пришли. То есть, это исповедник веры. Если вы с ним познакомитесь, ну, это уже часть дела будет, конечно, большого быть, потому что он, я-то вам ничего посоветовать не могу, кроме как в слове, а он вам конкретно сможет дать совет. Игнатий Лапкин сказал, неожиданно. А здесь это блудилище, это место разврата. Мы сюда, сюда вот и зашел я, чтобы людям рассказать о Боге, может кто-то одумается. если хоть один одумается, уже награда есть, слава Богу. А даже если не одумается, Златоуст говорит, вот ты проповедуешь, говорит, и никто не обращается к Богу. Точнее, кто-то один обратился, и ты часть награды уже здесь, ну, радостно же, душа приходит от грехов. А если, говорит, никто не обратился, то, говорит, на том свете, на небе, тебя награда ждет за это, потому что здесь ты ее не получил, эту награду. О, как. То есть, высокие слова какие-то. Еще он доказывает то, что Бог есть такими, то, что Бог справедливый, что будет очень страшен суд, вот таким образом. Всем известно, что Бог справедливый. Ну, если спросишь, люди знают, ну да, Бог справедливый. А если, говорит, Бог справедливый, то почему на земле нет справедливости? Богатые там воруют, их никто не садит там насилие над детьми есть почему не справедливости а говорит а так как здесь нет справедливости это и указывает на то что справедливость будет не здесь а там будет страшный суд то есть само по себе факту что нет справедливости указывает что а мне интересно милосерден али бог да бог есть любовь написано то есть сам любовь то есть он милосерден но милосерден кающимся грешнику. То есть, если человек остается в своем, то Господь говорит, не знаю вас, отойдите от меня в сиделующее беззаконие. То есть, человек, который обращается к Богу, чтобы он ему помог, вот тому он милосерден. А если человек не обращается к Богу и не хочет, он только ожесточается и все дальше уходит. То есть, надо обращаться непосредственно сразу же. Вот мы сейчас закончили, вы сразу должны обратиться к Богу, сразу же. Не тянуть до завтра, потому что до завтра вы можете не дожить. Сейчас Бог послал через меня к вам, и вы должны это использовать, чтобы не потерять тот дар, который получили. Как я тоже в свое время получил, его не потерять надо, потому что может быть не быть покаяния. Вы можете умереть через минуту, и все. Нет покаяния. Ушел, уходит в гиену логаненую. И это плач для всех. То есть, душа вечная, она не может умереть же. И постоянно вечное мучение. Это такое... Ну да. Это... Я не знаю, кто это. Я по-человечески это понимаю, что так не хочешь, чтобы люди, даже которые грешники, уходили в вечное мучение. Но написано так. Если написано, мы не можем. Мы только принимаем. Господь сказал, и мы приняли. Да. Засиделись мы. Надо мне. А вас как звать? Как зовут? Приятно было поговорить с вами. Взаимно мне тоже. Меня Вячеслав зовут. Вас как зовут? Дмитрий. Да благословит Господь, Дмитрий. Заходите на наши ресурсы. Там увидите тоже нашу беседу. Спасибо. До свидания. Спасибо, Христос. Это не настоящая Библия. А как вы могли узнать? Ну, просто она рисована. Нет, настоящая. Она рыб. Самая... А настоящая? А настоящая Библия, она должна быть потертая. Понимаете? Нет. Она не потерта. Настоящая Библия у меня здесь и везде на работе. У меня же не одна Библия. Я эту только показываю. Да, вот так. Да. Нет. Ну, да. Ну, тут я с вами согласен. Да. Я 57 лет изучаю Библию. 57 лет. В 23 года только пришел к Библии. Хотя с детства верил. Вы знаете, я тоже верю в Бога. Я верю с детства. Бабушка меня так учила. Ну, вера должна подтверждаться делами. Но. Но. Понимаете? Дело в том, что... Потом меня начали учить. Я был октябренком. Был комсомольцем. Был... Я уже жизнь пожил. Уже вот-вот. Сколько вам лет? Лет сколько вам? 53. Вы маленько помоложе мне. Мне 81. Ну, да. Чуть-чуть там. Вот так. Если посмотреть... Два локтя по карте, да? Так, если вы курите, у нас не положено разговаривать с курящим. Папироску отложите, пожалуйста. Я выброшу ее. Да, потому что это 12 лет жизни отрывает. И курящий это самоубийца. Ну, извините. Да нет. Я для вас, для пользы говорю. Я вас не сужу. Да нет. Дело в том, что наш... Вот это тело... А что ж вы? Да, да. Вы же... Вы же проповедили. По Библии. Вы не можете меня осудить. Никак. Вы проповедили. Да. Ну, вот видите. Вы же не Бог. Да. Я хотел сказать, что в Библии вот это наше тело называется храмом. А кто храм разрушит, Господь говорит, ну, вреда, того Бог накажет. Это ваше тело. Да. А я сам, своему телу. Нет, вы не сам. Мы от Бога зависим. Он нас создал. Солнце, луна, воздух. Он всё нам дал. Землю дал, пищу. Человек сам себя обманывает. Всё от Бога. Как говорят, был бы дождик, был бы гром, и не нужен агроном. А что ж вы агрономы-то вспомнили? Да потому что мы ещё в школе пели-то. И мороз, и знойный ветер, если надо, укротим. Ведь никто не укротил по сегодняшний день. О! Да, такие песни были. Ну, ладно. Ну, песни хорошие у вас были. Мы пришли сюда сказать людям радостную весть. Послушайте. Что Иисус Христос умер за наши грехи, понёс на себе наказание и может прощать, чтобы люди покаялись и жили новой жизнью во Христе, получили рождение свыше. С Богом. Потому что за гробом другая жизнь идёт вечная. Одни идут в рай, другие идут в ад. Серединки нету. Я в курсе. Вот поэтому сюда пришли. У меня к вам вопрос. Давайте, пожалуйста. Бог это где? Это что? Бог всё собою наполняет, как творец. Невидимый, но ощущаемый. Согласен. Допустим. А Иисус? Иисус – это второй лицо Святой Троицы. Бог в трёх лицах. Это тайна, которую никто не может разрешить. Нужно только веровать. Веруй во единого Бога Отца Вседержителя. И Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Как говорят? Подождите. Послушайте. Послушайте. А вот мусульмане. Как с ними быть-то? Та раз. Ну и? Ну, мы с ними беседуем. А они верят в одного Бога. Но только Иисуса они не признают за Бога, а за Пророка. Подожди. Так тут у вас немножко непонятнее. У вас у нас Бог-то един? Един. Вот. Надо верить, как в Библии написано. А вот и у нас, и у них. Только не ругайтесь, я очень прошу вас. Не ругайтесь, чтобы... Я ругаюсь. Я не ругаюсь. Да-да, пожалуйста. Да. Нет, нет. Я не ругаюсь. Просто и у них, и у нас. Бог-то един. Един, только другой. Другой. Почему? У буддистов совершенно... У буддистов... Так он, может, Бог-то един. Нет, он другой. Он другой Бог-един. У нас Христос? Это не наш Бог. У нас. Не наш Бог. Наш Бог по-другому называется. Наш Бог послал Сына Своего Единородного, который умер и воскрес. А они говорят, он не умирал. У нас это разное. А у них Мухаммед. Да-да, мы их не трогаем. Они сами по себе. Но у меня в Библии написано. Нет другого. Я с вас об этом и хочу спросить. Но Бог-то един. Я вам ответил все, дальше. А это дети Божьи. Нет. Знаете, в Римском пантеоне было 500 божеств. 500. 500. Одни верили в Венеру, другие в Марс, и третий в Кронос, и четвертый в Асклипия. 500. Ян Затауз говорит, по названию 500, а в действительности ни одного. И христиане пришли, и все 500 божеств бросились на это. Все исчезли. А христианство 2 миллиарда 200 миллионов сегодня. Послушайте, уважаемые. А вот как вы относитесь к староверам? Староверы – это то, что принял князь Владимир. А в 1656 году Никон, патриарх, совершенно безрассудно сделал реформу. Староверы молились так, они сейчас так молятся. Мы с детства так приучены. Но мы находимся в этой официальной церкви сейчас. Староверы, они правильно содержат обряд. А Библию не знают. Это плохо. А что? А, Библию. Ну, они свою веру-то держат. Ну, свою держат, а ничего не знают. Они не могут защитить. Не знают. Я знаю, потому что это мои корни. Я родился в Старом Леониде. Один. Можно? Так. А как вы относитесь, что на Украине, как приняли другую веру? Нет, они не другую. Не другую. Автокефалию получили. Им Варфоломей греческий дал. Томас называют. Ну, это их дело. Так. Мы про себя знаем. Так, мы уходим сейчас. До свидания пока. Я в музей, как бы, отпуститесь. Мы смотрим на это так. Дайте свободу им. Я давно говорил, отпустите их, украинцев. Они имеют право иметь. И поэтому мы, хотя православные, но я это не поддерживаю. Зачем их преследовать за это? Зачем воевать с ними? Мы один народ, одна страна были. Крым им не принадлежал. Крым никогда. Это Хрущев Нине Петровне подарил. На день рождения. Он и вернулся в Крым. А Донбасс это всегда был. Это история. Да, да, да. Так, до свидания. Есть документы. Так, вас как звать? Сергей меня зовут. Сергей, это почтенный. Так что береги себя. В переводе на русский язык. Как? Еще раз. Почтенный. Почтенный? Да. Так, с Богом. А я, забудь меня, Игнатий Лапкин. Игнатий означает неизвестный, незнакомый с греческого. А с латинского означает огненный. Ну, а ну если... Обождите, вот вы, знаете, у нас есть имя Илья. Илья. Илья переводится Бог, моя крепость. Три слова. Это еврейское имя. Бог, моя крепость. А Михаил никто как Бог. То есть равного Богу никого нету. Хорошо. Послушайте, а вот Владимирович у меня, отчество там. Да. Отец мой Владимир был. А Владимир это славянское имя. Означает владеет миром. То есть руководитель большой. Оно так и есть. О, у нас президент Владимир Владимирович. Так, до свидания. До свидания, я ухожу уже. Вы, если... Вы желаете, по скайпу меня найдёте. Игнатий Лапкин. Мне нужно уходить сейчас. Мы на встречу... Игнатий как ещё раз? Игнатий Лапкин. 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 П, П. Лапа маленькая, уменьшительная. Лапкин. Лапкин. Да. Запишите. По скайпу вы меня найдёте. Я вам там все ресурсы скину. У нас очень большие ресурсы. С Богом. Понятно. Сергей, пожалуйста. До свидания. Ого. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. Не слава. Мир твоему дома. Почему не слава? Потому что я мусульман. Ну, хорошо. Вы к этой книге же относитесь положительно, насколько я знаю. Мне даже она не интересна, естественно. Ну, в вашей книге, об этой книге написано, что это священное писание. Кстати говоря. А ты откуда знаешь? Ты читал наши книги? Я слышал ваших проповедников. И там написано, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог один, да? Он создал тебя, меня, всех. Да. И это Аллах. У тебя есть какие-то вопросы? Есть. Рассказывай. Вы тут занимаетесь людей, да? Короче. Призывайте. Мы... Я развещаю радостной вести, что Иисус Христос умер за каждого человека. Вот. И... А ты можешь чем-то доказать? Ну, есть тогда... Ну, как... Есть исторические факты. В Корай... В вашей книге написано об этом. Что... В вашей книге знаешь, что написано? Да. Что он душу его забрал, а он не... Он не умер до сих пор. Ну, как он не умер, когда он умер за каждого человека? Это... Есть такая, например, историк Иосиф Флавий. Можешь почитать. То есть там конкретно написано, что смерть была у Иисуса Христа. Он воскрес, самое-то интересное. Понимаешь? Он воскрес и вознесся на небо. И придет во втором твоем славном пришествии для судить каждого человека. Он сказал... Иса, Иса, Иисус Христос сказал, что я не сужу никого. Слово, которое я говорил, а оно вот здесь, в этой книге, в Библии, оно будет судить вас в последний день. То есть это нужно знать, как минимум, понимаешь? Вот. Да. А ты как думаешь, наш корок Мухаммад, он в шестом, да? Ну, он в шестом веке, да. Конечно. Да? Да. А ты как думаешь, мусульман больше или христиан? Ну, слушай, я где-то поровну. Ну, христиан больше, если брать, смотри, православных, там, католиков, то их больше. Но мусульман очень тоже много там. А ты католик, да? Я православный. Вот. Хорошо. Удачи тебе. Давай. Читай. Читай Библию с Богом. Слава Христу. Не, 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 не. Хочешь вечно жить, почитай Библию. Там и... А не говори, да мне... Не, подожди, смотри. Там и почитание родителей, вот то, что мне нравится у мусульман, то, что вы почитаете родителей, это прям... В Библии это тоже очень хорошо прописано. Могу зачитать, если тебе интересно. Мне то, что в Библии ничего не интересно. Почему? Потому что тебе кто-то сказал об этом, а у самого нет интереса почитать. Да, аль-хамду лиллях, мусульмане, мне этого хватает на всю жизнь. Хорошо. Ладно. Всего доброго. Давай. Сирах. Книга «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Библия. Мир тебе. Слава Христу. Хорошо. Есть вопросы по Библии, по смыслу жизни, там, по будущему, мира? Какой смысл жизни вообще? А как ты сам думаешь? Сначала ты ответь, потом я тебе скажу. Ну, я думаю, надо жить в кайф. Всегда. Ну, то есть, получать наслаждение, правильно я понимаю? Да, от жизни. А еще? Все? Ну, да, все. Хорошо. Согласен с тобой. То есть, Господь сотворил человека для того, чтобы человек блаженствовал. Чтобы он испытывал полноту бытия. Скушал полностью. И сердцем, и умом, и всем телом своим. Вот. Чтобы человек радовался. Понимаешь? Да. Вот. Так что, но смотри, для этого нужно знать... Он сказал так, я вам показал путь жизни и путь смерти. Что ты выберешь? Путь жизни – это вот когда ты будешь, как ты говоришь, кайфовать, блаженствовать. Путь смерти – это когда ты будешь страдать. И скорбеть там очень сильные будут у тебя скорби. Вот. И нужно... Но чтобы выбрать эти два пути, нужно знать и тот, и другой. Согласись. Вот. А знание об этом написано вот в Библии, в Священном Писании. Ты крещеный? Да. Ну, очень хорошо. А Библию читал или где-то слушал, может быть? Слышал в церкви. Ну, а что ты понял, когда там читали? Честно скажи. Не знаю. У меня тогда пять лет было. Ну, то есть, по сути дела, мимо прошла. Ну вот, то есть, вот такой смысл жизни, то есть, действительно, он такой и есть, но нужно волю Божию узнать для того, чтобы испытывать, ну, как сказать, наслаждение блаженства. И вот смотри, есть еще истинные наслаждения, а есть ложные. Вот как ты думаешь, какие истины, а какие ложные? Истинные? Да. Ну, да. Я сам, если честно, не знаю. Не, ну, давай подумай вместе. Вот смотри. Наслаждение, оно не должно меня разрушать, правильно? Да. Оно должно, наоборот, меня делать сильнее. А вообще, вот, и вообще, смотри, человек, он же, как сказать, вот в нас, в природе, в человеке заложено постоянно совершенствоваться. Правильно? Ну, то есть, как бы развиваться и в физическом плане, и в ментальном плане, в умственном, и, как бы, чувство, чтобы у тебя было сердце великое. Вот есть такое слово очень хорошее, великодушие. Хорошее слово, правда? То есть, душа великая. То есть, когда у тебя сердце вмещает много, целый спектр чувств там разнообразных. Вот, так вот, я тоже с этим согласен, что, ну, то есть, смотри, истинное наслаждение, оно не разрушает, а оно, как бы, созидает человека. Оно его, ну, богатырем делает. Если это мужчина, то богатырь. Если это женщина, она, ну, как, она как цветок расцветает, должна, по идее, правильно? А давай теперь, смотри, порассуждаем. А в чем ложное, в чем ложное может быть наслаждение? И, ну, из ранее сказанного понятно, что оно, как бы, разрушает. Вот, какое ложное наслаждение, которое разрушает? Вот, примеры приведи. Ну, как вот я думаю, сейчас человек, вот, человек, вот, спортсмен есть, он увеличается. Ну, он его великим делает. Не пьет, не курит. А люди, которые, вот, курят и пьют, их это все разрушает, я так понимаю. И как они, вот, там, вот, бегают, там, вот, орут, ну, деградацию делают. Угу. Вот, это я так понимаю, их это разрушает. Помните нам по уму и по физическому. Ты имеешь в виду, смотри, правильно я тебя понял, что спортсмены, да, ну, то есть большой спорт, он, еще раз я для себя хочу понять, он разрушает или он созидает человека, большой спорт? Созидает, потому что он не курит, не пьет, он не делает таких вот глупостей, как другие люди. Ну, 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 ну. Его это увеличивает. А ты спортом занимаешься каким-нибудь видом? Плаванием. Плаванием, очень хорошее. Вот, ну, как, ты, ты, чисто в режиме хобби, или это ты хочешь, там, на соревнования, там, и так далее? В режиме хобби. А, в режиме. Баскетбол на соревнованиях есть. А, то есть ты баскетболом занимаешься? Я, кстати, в детстве тоже, ну, как в детстве, в раннем юношестве занимался баскетболом. Ну, вот, смотри, вот, давай порассуждаем о спорте чуть-чуть, вот, интересно. Вот есть такое понятие, как режим гиперкомпенсации. Слышал такое? Нет. Вот, смотри, я расскажу. Вот, например, мы, ну, если взять баскетбол, то там ноги нагружаются очень сильно, бегаем, потому что там такое рывки, очень, на короткой дистанции ты там буквально рвешь, короче, вот. Если сильно, как бы, потренируешься, то у тебя, ну, как сказать, нагружаются сильно мышцы, вот, бедра, так? Вот, после мощной такой тренировки ты их загрузил, смотри. А что такое, что значит загрузил? То есть, по сути дела, у тебя стали разрушаться на молекулярном уровне мышцы, потому что ты их перегрузил, вот. Вот, смотри, правильно нужно сделать что? Нужно дать, как сказать, где-то максимум 7 дней, от 5 до 7 дней дать отдохнуть. Я сейчас объясню, в чем причина. Вот, вот, когда разрушаются мышцы волокна, поступает в мозг, ну, как бы, команда, что стоп, смотри, разрушились мышцы. Мозг для того, чтобы сохранить, ну, как сказать, вот, мышцы, он дает команду на созидание, но впрок, чтобы он, мышц немножко больше, опять, ну, как волокна мышечные, немножко больше наросло. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, смотри, и для этого, ну, там, 5 дней, например, нужно, нужно 5 дней. Сначала идет процесс разрушения, потом стабилизация, и потом опять наращивание мышц, вот. И чуть-чуть больше мозг дал команду, что чуть-чуть больше мышц наросло. И вот как раз вот в этот промежуток, когда уже, смотри, разрушилось, потом восстановилось, и чуть-чуть больше. И вот когда вот в этот промежуток чуть-чуть больше мыслей, нужно опять давать нагрузку через 5-7 дней, опять хорошую нагрузку на этот, ну, например, на бедра дать, на нагрузку. Смотри, ну, если ты, если ты раньше дал нагрузку, например, через, там, 2-3 дня, а не разрушились мышцы, понимаешь, то есть, ну, как бы, немножко деградация наступила, сначала разрушение идет, боли, ну, ты же понимаешь, вспоминай, боли там какие-то идут. После мощной тренировки, это и есть, вот, закисление, все, это, это и есть, как бы, разрушение. Нужно восстановиться. Так вот, если ты дал, опять же, очень мощную тренировку, нагрузку на эти мышцы, а они еще даже до нормы не дошли, какая была, еще дал, то есть, еще ниже опустилась, понял? То есть, ты, то есть, не дошло до режима, суперкомпенсация не произошла. Поэтому, смотри, большие, большие спортсмены, если когда идет сильный, вот, интенсивные какие-то соревнования или какие-то, ну, очень сильные тренировки, когда не успевает восстановиться организм, то идет процесс деградации. Я тебе скажу такое, что спортсмены, ну, почти, что все спортсмены, большой спорт, они инвалиды. И именно из-за этого не успевает организм восстановиться, тем более, там, нарастить чуть больше, а они, ну, то есть, это такой режим у них, как бы, ну, режим... А? Меня слышно? Я говорю, если, ну, вот, как бы, да, вас слышно. Вот, если вот, говорить, все спортсмены, типа, деграданты, если они большим спортом не влияют. Нет, нет, я просто, они не деграданты, ты что, нет, нет, я не об этом сказал. Просто я сказал, что, что, ну, ну, как сказать, я сказал, что есть минусы, минусы в большом спорте, какие могут подстерегать человека. Он может стать инвалидом в плане здоровья, потому что он, видишь, не восстанавливается, тем более, и из-за этого изнашиваются мышцы, изнашиваются связки. Это надо учитывать, ну, то есть, хорошего тренера найти, который это учитывает и дает правильное, ну, как сказать, расписание правильно. Ну, я вот, просто, к слову, получилось сказать, это очень важно знать, особенно для спортсмена. Я сам спортом занимался, хоккей с мячом играл. Вот, так вот, к чему речь? Ну, да, в принципе, че... Здравствуйте. Сейчас по порядку стало говорить, да, это день. Ну, кто не здоровает? А почему не здоровает-то? Да, а люди сами-то себе здоровье не желают. Пьют, курят, блудят. Че, я бы здоровье желать, если он сам себе его не желает. Поэтому я тут с вами согласен. Вот, я смотрю на вас, трезвый человек, редко в этой рулетке трезвый, вот эти, что пьяный, кто обкуренный, что ему здоровье желать. Он сам себе здоровье не желает, сам себя губит, травит. А почему? Потому что люди отступили от Бога, не соблюдают его заповеди. Одна из его заповедей, не убей, а он сам себя убивает, травит. Не убей, Бог по любви сказал, живи. Сам никого не убивай, себя не убивай. Нет, надо себя убивать, табаком травить алкоголь, а мы и других. Вот вы закурили. А я вам, ну, я и говорю добрый день, я не говорю здравствуйте, потому что я не знаю, табакур там передо мной или нет. Я тоже курил. У меня пока Господь по милости своей болезни послал онкологию. У меня отец от рака умер, у меня тоже было лифосаркома. Вырезали мне за качественную опухоль. Вот, я покаялся, я бросил пить, курить, сквернословить, с женщинами общаться. И по милости Божией, Бог оставил меня в живых. Вот. И я вам советую, вы бросьте, но сами вы не бросите, без помощи Божией у вас этого не получится. Я сколько не пробовал сам. Я бросал, какое-то время проходило. И вопрос я задайте, для чего вы курите? У меня нет ответа, для чего? Нет ответа. Нет ответа. И вот, есть такая книга у меня, брат тоже двоюродный курил, «К истинному православию», автор Игнатий Тихонович Лапкин. Да, 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 я православный, и вот я брату дал прочитать, там есть разделы о курении. Вот. Он в интернете есть, Игнатий Лапкин во свете Библии, там, к истинному православию. Я говорю, прочитайте, и у меня брат прочитал и бросил курить. То есть он начал задавать вопрос, а зачем я курю, а для чего, и для чего я живу? Небо покоптить, потом на могиле лопух. Да нет, мы все умрем и воскреснем, и будем перед Богом отвечать за все деяния. Вот в чем беда, да. Верующим лепче. Верующим лепче, совершенно верно. Я пока был неверующий, я не мог избавиться от этой пагубной привычки. Не мог. Вам надо уверовать в Бога, а чтобы уверовать в Бога, вам нужно начать читать вот эту священную книгу. И вы тогда поверите, что Бог есть, Он вас любит, и Он хочет, чтобы вы жили не просто, были здоровы, но еще и вечно. Что? Что такое истинное православие? Значит, есть еще и не истинное? Конечно. Вот то, что сегодня мы видим в церквах под видом православия, это ложное православие. Это обрядоверие, ложное. То есть люди верят в обряды, и да, ложное, не истинное. Иисус Христос, вот в этой книге написано, «Я есть путь, и истина, и жизнь». И мы должны жизнь свою прожить так, как написано в этой книге. «Если мы будем соблюдать заповеди Его, то мы будем поистине поступать и унаследуем жизнь вечную». «Да много разного написано. И какой завет предпочитаешь, старый или новый?» «Они два завета, старый и новый от Бога. Я их оба почитаю одинаково. Без старого не было бы нового». «Понимаете?» «Поэтому, если в Старом Завете было написано, что сын...» «А про истинное расскажешь?» «Про истинное...» «Православие истинное — это когда в церкви соблюдаются все каноны и правила, которые установили святые отцы на соборах. Их...» «Ну, я не могу...» «Да, но вы не можете их определить. Да, сегодня в церкви умышленно нарушается больше половины этих правил. Умышленно. Для чего это? Непонятно». «Во-первых, торговля в храме. Иисус Христос изгнал торгашей из храма». «Храм мой, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника». «То есть, корыстолюбивые священники — это было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Все за деньги. Должно быть, по повелению сердца, не из-за гнусной корости должны священники учить народ. «Невозможно служить Богу и мамоне, ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть». «Христос, Он жил так, у Него не было ни дворцов, ничего у Него даже главы не было. Собственного дома не было. Он учил нестяжательности». «Хотите послушать?» «Нет, я буддист». «Вы буддист?» «Да». «А расскажите о своей вере, во что вы верите?» «А людям надо добро делать». «А что по-вашему добро?» «А что зло?» «Некоторые народы считают, что если я украл у соседа, это добро, а если он у меня, это зло». «Смешно вам, да. Людям надо делать добро, ваша вера буддистская. А Будда кто такой?» «Просветлённый человек вроде, я так слышал». «Ну да. Просветился как-то». «Как?» «Ну как, медитировал и так далее». «Медитировал? А вы медитируете?» «Нет». 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 «А вы даже для распределения как бы традиции, да. Ну а традиции и так далее». «Вы не глубоко в эту веру веруете. Просто по традиции, вот родители, наверное, буддисты были, да?» «Да, да. Весь род буддистский». «Весь род буддистский, да?» «Да, это культура, традиция». «Культура, традиция, да». «А вы в России живете, да?» «Да». «Но в России, как вы знаете, наверное, традиционно это православная вера». «Вы гости на нашей земле, а вы православная вере-то знаете, во что люди, большинство в России верят?» «А вам не интересно узнать?» «Да, примерно знаю. Верят в Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, пострадавшего, которого распяли, он умер и воскрес. Если теперь на небесах ждет с покаянием людей, верующих в то, что он умер за их грехи. Вот человек творил зло, его нужно зло, нужно уничтожить, Бог не допустит, чтобы это зло было вечно. Возмездие за грех – смерть. Грех – это зло, ошибка. Человек приступает к заповеди. Убивать же – это зло. Согласны со мной? Зло. Бог говорит – не убей. Но если человек убил, совершил зло это, что теперь с ним делать? Он убийца. А если он постоянно убивает серийного убийца? В государстве его ловят, садят в тюрьму. И если его выпустят из тюрьмы, он опять будет убивать. Что тогда с ним делать? Тоже его убивают? «Страдание? Как мучить его всю жизнь?» Мучить его всю жизнь? А кто его всю жизнь будет мучить? Да, я не знаю. Не знаете? Вот. То есть вот Бог, вот по нашей вере православной, создал рай и ад. Те люди, которые творили зло и покаялись, и перестали делать зло, попадут в рай. Будут вечно в раю радоваться. А те, которые не раскаялись, продолжают творить зло, те будут вечно мучиться, как вот вы сказали. А вы в переселение душ верите, что, например, до этого был, там, душа там в свинье, потом в человека вошла, потом опять в гуся, в порося. Да. Да, верим. Верите, да. Мы это отрицаем. Ну, в реинкарнации. В реинкарнации. В переселение душ нет, мы в это не верим. Человек живет один раз, ему надлежит умереть, а потом суд. И на суде Божьем решится его участь. Куда он пойдет? Либо будет вечно радоваться со Христом, с Богом, либо попадет в место вечных мучений. Учение о переселении душ, оно, на мой взгляд, ложное, потому что человек, который верит, что душа его потом переселится, он будет делать зло. Нет. У нас говорится, типа, там проходят какие-то испытания и так далее, и если плохого человека будет, то у тебя вдруг душа будет, ну, просто ходить. Типа, вечер, голодный. Ну, так ведь, где все же есть, где будет и так далее. Так же будет ходить по невеселу. То есть, по вашей религии, если человек злодей, и он умер, и в этом зле, то есть он, допустим, серийный убийца, он уходил, убивал людей, там, насиловал женщин, и он умер. И потом его душа, как она очищает, по нашей вере все, он не раскаялся, не успел при жизни раскаяться, не перестал делать зло, не принял Иисуса Христа своим Господом, который за его грехи умер. То есть, возьмите за грех смерть, зло должно быть уничтожено, наказано. Кто-то должен умереть. По нашей вере Иисус Христос, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот душа будет вечно жить только та, которая приняла Иисуса Христа своим Господом, перестала грешить, а которая не перестала грешить, она никуда не переселится, она пойдет в вечные мучения. То есть, если человек верит, что я буду зло делать, потом моя душа перепрестится, он так и будет зло творить. А наша вера, она спасительная, она страх наводит, если я буду верить, что моя душа потом переселится, я так и буду зло делать. Я буду убивать твоих родственников или тебя убью. Я знаю, что, давай мне ничего за этого не будет, душа моя переселится и все. А я этого делать не буду, потому что вера моя православная и истинная. Я никогда не буду убивать человека, потому что я знаю, что Бог меня за это будет вечно мучить. Вот, поэтому, пожалуйста, поэтому вы пересмотрите свою веру. Здорово! Добрый день! Вот, и нам что-то интересно рассказать. Да, я вам могу рассказать о душе, что с ней будет, когда вы умрете. Да, скажи. Если вы не прекратите творить зло, не покаетесь, не уверуете в Иисуса Христа, то душа ваша будет вечно мучиться в аду, гореть пламенем. Если же вы уверуете в Иисуса Христа, который пришел и умер за ваши грехи, которые вы творили зло какое-то, что он вместо вас умер на кресте и воскрес, вы унаследуете жизнь вечную и будете жить в раю. В душа ваша. В душа ваша. В тело ваше. Да? Смотри, я мусульманин и Иисус у нас пророк не сам. Я верю все и как будет так. Вы верите, что он не умирал. А раз не умирал, то не воскресал. И значит тщетна вера ваша. То есть мы верим, что он умер за ваши грехи. Вы же грехи творили. Должен же кто-то за ваши грехи отвечать. По нашей вере, за наши грехи умер Иисус Христос. Бог, пришедший во плоти, имя которому любовь. Здравствуйте. Мир вам. Да. Я православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Можно со мной. Давайте. Может у вас какие вопросы есть или размышления на эту тему? Вопрос один. Ну, точнее, не один, их много, конечно. Вот как вы думаете, если Бог существует, то почему на земле был Холокост? Почему дети гибнут? Почему невинные страдают? Почему так? Понимаете, для меня смерть, это знаете что? Это когда, представьте, мы выключаем телевизор, кинескоп гаснет, и все. По мне так ничего там нет. Ничего абсолютно. Хотя человек такая тварь, когда ему плохо, он всегда будет на что-то надеяться. Мне кажется, что религия вообще, в общем и целом, это средство управления сознанием. Все, вы задали свой вопрос? Ну, я высказался, да. Господь, во-первых, насчет Холокоста и других войн, то, что люди вытворяют, Господь Бог, творец неба и земли, дал человеку свободную волю. Он нас не отнимает. Мы можем делать добро, а можем делать зло. Мы можем взять нож, этим ножом можем корица масла на хлеб намазать, а можем человека пойти пререзать. Это в нашей свободной воле. Господь ее не отнимает. Но за все придется отвечать. Вот, например, в Библии сказано, я как понял, вы не верующий человек, в Библии так сказано о таких людях, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть вся природа, все творение говорит о том, что есть Бог-Создатель. Вот как вы здесь сидите сейчас в квартире или в частном доме, это говорит о том, что кто-то его построил. И также весь мир свидетельствует о Боге-Создателе. Бог все сотворил, начиная с атомов, молекул и заканчивая таким планетом. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, перебью, извините, пожалуйста, перебью. Позволите, я отлучусь буквально на секунд 30, кое-что принесу, ладно? Давайте. 30 секунд буквально. Давайте, подожду. Давайте, тогда вы заканчивайте, а я вам вот, я принес кое-что, я прочитаю вам. Ну, можете прочитать. Давайте. В жизни часто бывает так, что я улавливаю знаки. Определенные знаки. То есть будь то числа, события, не важно все, не важно что. Знаки. Ну, то есть... Давайте так. Вот. Один человек вот недавно буквально на днях. У вас что-то камера перевернулась? Не ходил? А? Камера перевернулась у вас что-то. На бок камера встала. А, блин, у меня просто телефон немножко, ну, плохой телефон. Вот человек недавно пришел ко мне домой. Ну, мои знакомые, они употребляют наркотики, в общем. И он принес коноплю, завернутую в один такой очень интересный клочок бумаги. Я, естественно, я отругал его. Вы говорите, вот я не верующий. Знаете, я верующий. Но только для меня, понимаете, вот кто-то сказал, что его зовут так-то, что выглядит так-то. Я в это не верю. Я знаю, что если делать хорошо, то хорошо тебе и вернется. Я знаю это точно. И вот принес он, значит, вот в наркотиках следующее, ну, то есть вот бумажку эту. Библия, Псалом 22. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитиях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долинную смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Твой жил, твой посох, ну, вы знаете эту молитву. От Апсалона Давида. Знаете, у меня влюблено. Это называется Апсалон Давида. Ну, в общем, знаете, у меня такое чувство, что вот если что-то есть там, если что-то есть там за пределами нашего понимания, то я точно знаю, что человечество к этому не готово, если оно существует. Ну, если это есть. То человек просто не готов к этому. Это точно. Это вы думаете, согласно своих размышлениям. Мы-то ориентируемся, Юнити, на то, что Господь дал откровение, откровение данного через Святую Библию. То есть начиная от создания мира, заканчивая, чем закончится этот мир. То есть как Господь придет вторым пришествием, Господь Иисус Христос, как будет суд, когда все воскреснем в своих нетленных телах на суд Божий. И каждый написан, каждый даст отчет сам за себя в теле именно, который когда-то делал дела свои здесь на земле. «Ибо все нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». То есть за все придется отвечать. За мысли, за слова, за дела свои, все, что ты творил в этой жизни. Вот для этого Господь, для того, чтобы мы не погибли в вечности, потому что после нашей земной жизни открывается будет вечность. Или ты будешь в аду с дьяволом и ангелами Его, которые падшие с неба будут мучиться бесконечно, вечно. Или ты будешь в вечности со Христом быть в Царстве Его Небесном, в блаженстве. То есть здесь нам Господь дает свободу. Вот я 26 лет обратился к Богу. 26 лет я прожил во грехе. Но я 26 лет, когда начал читать Святую Библию, до меня дошло, что я настолько грешен, что мне, как говорится, по моим грехам я не заслуживаю дальнейшей жизни. И Господь мне по великой милости вдаровал веру через это слово. И вот сейчас уже вот мне 41 год, 15 лет, как я проповедую Евангелие. То есть Господь меня полностью изменил, избавил от пьянства. Я вот, например, сам я не курил и не матерился в жизни. Вот меня как-то Господь сохранил. Хотя у меня друзья все курящие и матерящие. Это, знаете, вот вы курите и материтесь. Знаете, по сравнению с тем, что я, блин, благотворяю. Нет, я говорю, я этого даже не пробовал. Будучи человеком не верующим, я даже не курил и не матерился. Но другие грехи у меня были. Блуд, пьянство, это у меня все другое было. Вот. Но Господь дает полностью освобождение от греха. Потому что человек находится в рабстве греха, и он ничего не сможет с собой сделать, пока Господь и Иисус Христос не освободит его. А для этого надо призвать Бога. Я понял, я понял. А почему тогда, почему тогда вот, ну, как говорится, почему вот в этой вере, да, то есть в православной вере, почему все сводится к тому, что нужно вести себя как овечка? Ну, то есть быть мальчиком для битья, может быть. Жизнь тебя пиздит, извиняюсь за выражение, а ты терпишь на всю волю Божию. Потому что... Знаете, я вырос, я вырос на улице. Я сам с детского дома. Моих родных убили. Тогда был популярный обмен квартирами. Я вырос на улице. Я же, я видел, когда дети 14-летние нюхали клей. Это все видел. Сам я этому не поддался. Наверное, не знаю, что-то, может быть, такое случилось. Но я встал. Я встал с колен. Я получил образование. Сейчас работаю в школе. И вот, знаете, у меня есть, конечно, Гришов такой. Ну, я алкоголик. Я алкоголик. Молодой алкоголик. Мне 27, и я плотно так бухаю. Знаете, я постоянно задаюсь вопросом. Блять, ну, не знаю. Ловлю знаки, но я не вижу определенного чего-то. То есть, я как... Как слепец, блин, в темной комнате. Я слишком долго смотрел. Я слишком долго смотрел в темноту. Понимаете? Слишком долго. И она настолько начала в ответ в меня глядеть, что мне, ну... В принципе, жить тошно. Я вам сейчас... Но... Вы высказались или... Вам ответили? Нет, но я... Я к тому, что вот... Я как и сказал уже немножко ранее, что... Если делаешь хорошо, то хорошо и вернется. Это факт. Аминь, так и есть. Вот в это я верю. Вот я отлично... Я вам сказал, 26 лет я обратился. У меня в душе поиск вообще, как сказать, доброго, хорошего, чистого. Ну, то есть, я потом понял, что я Бога ищу. С 17 лет у меня начался поиск смысла человеческой жизни. Вот такая... Библия? Да. Да. А вам сколько лет? 81-й. Ух ты! А вы с какого города? 1939-й. 1939-й? Да. Офигеть! Не, а город какой у вас? Город Барнаул, Алтайский край. Еще раз, какой? Город Барнаул, Алтайский край. Барнаул? Да, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Ну, круто, круто, круто. А вы где живете? Не в Казахстане? Нет, в Бурятии. А по национальности вы кто? Бурят. А, Бурят. Дело в том, что за слово Божие меня сажали, я пять тюрем прошел. И же был в Жанатасе, в Жанбульской области, с казахами. Ну, Буряты похожи на казахов. Так, мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Христе, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. У вас в Бурятии какой город главный? Улан-Удэ, наверное? Улан-Удэ. В Улан-Удэ, в библиотеке вашей национальной, мои 38 томов книг находятся. Я подарил им. 38 книг Лапкина Игнатия. Вас очень плохо прерывается. Да, я вижу. Это что-то у вас там, не у меня. 38 томов Игнатий Лапкин. Понятно. Ладно, это. Удачи вам. Всего хорошего. С Богом. Здоровья. А то у вас там, говорят, была смута этот шаман-то. Кадышев Александр шел. Вы знаете это? Знаю, конечно. Наши шаманы... Ну, все. С Богом. До свидания. Это глупая ситуация была. Живут по слову Божию. У них и дела-то другие. У нас нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас этого нету. Ну, да кто сказал здесь? Мы рассказываем о Христе, что Он умер за наши грехи и воскрес. И всех приглашают к покаянию, чтобы люди были христиане настоящие. Ага. Потому что здесь, в рулетке, всякие пахости делают. И мы пришли, как врачи, к больным людям. Ага. Еще что? У вас какие, может, вопросы есть о душе, о вечности, о спасении? У меня есть сила, ученые, если что-то нужно будет, я их спрашиваю. Вы, наверное, другую книгу верите? Да, конечно, есть. А прочитать можете? Нет, я не имею. Ну, вот они все такие. Я говорю, вы такие же тупые, как мы. У нас тоже стоят в храме, ничего не понимают. По-серковно-славянски, потому что. Мы с вами одинаковые в этом вопросе. Такие же пеньки. Они имеют читать. Ну, у меня есть ученые, которые буквы не полностью имеют читать. Ну, ладно. Если вы желаете больше узнать, вы зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Как? Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» называется канал. Это огромный-огромный канал. У нас 17400 роликов. Хорошо, да. Так? Ну, все, пока тогда. Если вопросов нету. С Богом, да. Не принимает. Не принимает. Не принимает. Так вот. И открыто не отвергает. Ну, и верит. Не верит. Кто поверил слышному от вас? Вот. Ну, ой. Пакости всякое, конечно, полно. А свидетельница Игова-то, главное, танцует, немножко подвыпившая, танцует танец живота-то. А потом я начал с ней по Библии-то разговаривать. Она так заинтересовалась, даже схватила выпили. Ну, читать, читая та жизнь-то, видно, что она ведет аморальный образ жизни. Стоит, кривляется перед камерой. Светельница Игова. Вот и вера ваша. Доказывает, что Сын Божий не верит, что Бог явился во плоти. Я вот эти все места им зачитал. Даже по ихним, новый всемирный перевод, что явился во плоти, они не вмещаются в них. И все. Хоть как-то тут. Читая, что Бог явился во плоти. Бог где, когда явился? Глаза выпучат. Как такое может быть? Ну, так, так написано. Вы не верите, я что сделаю. Ну, Виталий, у тебя как? Мне не понравилось, как я. Что-то там затыки были, не мог ответить. Короче, ну, не готов, потому что не готовился. Ну, а меня этот Светель Игова начал экзаменовать там. Кто такой Иисус Христ? Какие-то вопросы глупые. Я вижу, что если я сейчас поддамся, он меня на лопатки положит. Я, давай, наоборот, ему вопросы задавать. А у них ответа нету. Ну, тоже. Когда практики-то нету, каждодневно, это тяжело. Ну, почаще надо выходить на эти беседы. Спасите Ахристос, брат, что побудил нас хотя бы раз в неделю. Ну, стрелка такая нужна. Чем чаще, тем легче. Не. Нервная система привыкает. Не. Ну, это да. Но если не готовишься, то ничего не легче. Ну, смотри, как попадешь. Я вот, первый у меня был видео. Ой, первый вот этот человек. Какой-то вот бородатый. У него борода больше, чем у Игнатих. Больше, чем у тебя. Лет 60. Выглядит, как иудей. И говорит, я верю, как в пророка. Я начал ему свидетельствовать. И он меня сразу стал перебивать. И я ему сразу сказал, что не перебивайте. И он за это зацепился, за то, что я ему замечание сделал. И начал. Иисус, говорит, так не учил вас. Терпимость учил. А вы нетерпимый. И вокруг этого крутился, крутился, крутился. И вышел потом. Толерасты, короче. Им одно название. Из Германии. Я потом его просто в Библии стал цитатами. И он от них убежал. Просто все. Надо иметь... Делить экран. Вот я сделал как? Снимаю видео. И у меня делится экран. С одной стороны вот это Библия. Приложение. И я прям... Я тоже так, как ты сделал. И у меня получилось. Спасить тебя, Христос. Я раньше думал, как так-то? А тут же и поисковик и все научил меня. А я раньше не мог. Я прям с ним говорю. Другой рукой набираю стих сразу же. Нажимаю у меня свечи. Я ему прям сразу говорю и выдаю. Да. Да. А я не выдаю. Я этот стих нахожу. Я говорю, читай. Он сам читает. Он говорит, Дух Святой, движущая сила Бога. Я говорю, движущая сила. Ну сразу ему раз вместо Писания. А как же написано, что Дух Святой придет. Сила идти ходить может? Нет, не может. Но написано, тут же сам читает, придет. Глазами хлопает. А ничего дальше. Двига нету. То есть противоречие явное. Он понимает это. А покаяния нету. Все равно сила. Все равно и не может такого быть, чтобы одновременно и Бог, и человек, и Дух Святой. В общем. Я какой-то автор вашего нового всемирного перевода. Назови. Глазами хлопают. Не знаю. Я его своих называю. Хвольстон. Четыре Духовной Академии трудились. Почему? А он говорит, сложный. Я говорю, что там сложного-то. Вот у вас там на короле себе. Там действительно не разберешь. Вот. А у вас с кем было что? Разные люди. Разные? Разные. И некоторые сами себя не определяют. Но когда дальше начали говорить, видно, что пятится и уже внимает. Ну, я все скину как. Я говорю, что сколько, допустим, пять встреч у меня было. И все благословенные. А, еще с буддистом я поговорил. Ну, он такой как бы буддист. У него не истинный буддист. Но он верит в переселение душ. Вот об этом я тоже поговорил. То есть, он поблагодарил. Я говорю, в чем ваша вера заключается? Он говорит, ну, зло, делать людям добро. А я вспомнил эту шутку-то с юмором-то. Ну, вот я говорю, об одних народах говорю, если я у соседа украл, это добро. А если у соседа у меня, это зло. Ну, смотрю, он засмеялся, расположился. То есть, юмор, он действительно, ну, его раз помогает. И, ну, заслушал меня, вот, что я ему пытался доказать, что учение о переселении душ, оно ведет душу-то в ад. Потому что человек верит, что душа его потом переселится, он и будет делать зло. А потом переселится, там, на моторство очистится. А наша вера истинная. То есть, если ты злодей, если ты уверовал, что душа твоя вечно будет учиться, то ты, конечно, зло оставишь. То есть, у тебя вера, что вечно в огне горит, кто же будет зло-то творить-то. А по вашей вере, то твори зло, не твори зло, душа переселится из гуся в порося, потом обратно в порося. И, ну, такой, вроде, не знаю, задумался во всяком случае. Ну, что, через 20 минут занятия у нас, тогда давайте тоже поготовимся. А кто еще ходил? Надежда Васильевна, были в чат рулетки-то? Олег Бушила, Кадушкин Георгий, Макаров Виктор. Ну, так надо посмотреть. Евгений, наверное, от Этизотов был. Да, он в машине был. Я не был. Смотрю, пока учусь у вас. Так что я пробовал до этого, заходил. Очень тяжело. Тяжело, да. Мне первые разы тоже тяжеловато показалось, а потом пересилил. А я, понимаете, как вот рыба, говорит, в своей среде. Настолько легко, настолько радостно. Я их останавливаю. И только он погасился, вернулся. Сразу следующее, следующее, другое как будто ждет на очереди. Ну, я не знаю сколько, пять или шесть у меня прошло. Я их тороплю, давайте остановим мой адрес вот такой-то. Ну, зайти на наши ресурсы. Мне некогда, меня ждут. Просто благословенный какой-то час был. Никакого... Радостно все. Вы иногда просто там, я смотрю, вот человек полностью не расположен, полностью. И вы начинаете вот давить, 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 давить. Даже продуху ему не даете. И все-таки там раз нашлось, где можно зацепить. Все зацепили и повели, повели, повели уже на ресурсы. Это вообще прям бывает иногда филигранно получается. Понимаете, я сегодня говорил на этом. Мы проехали 650 городов. Представь, 650 раз мне надо было входить в незнакомое помещение, к незнакомым людям и за 10-15 минут, чтобы она расположилась ко мне, не зная меня, и к моим книгам. Это вообще невозможно, кажется. И Господь так делал. Допустим, на 650, ну, может быть, 3 было такое, что, ну, там она полупьяная сидела или... Самое трудное, когда уже все, я книги сдал, уже они расписались, а директора нет. Она полмраз приходит, а она одна отстала. И она уже все, ничего не надо. Теперь я уже все забываю и начинаю с ней беседовать. Ну, ладно, давайте, давайте я распишусь и никогда не ставь точку. И она не матерится. Ну, если матерится, тут уже... И бывает даже матерится, я их приструню, они все, больше не матерятся. Я новый ролик начинаю записывать. Никогда не отступай. Закрыться можно. А так, он сейчас спросит, я сейчас ему вопрос за вопросом отвечаю. Даша, теперь вы задали 3 вопроса, теперь я задаю. Ну, еще никого нету-то больше. Может быть, Олега спросить. Вот Георгия Кадушкина. Я не выходил, я считаю себя не готовым еще, боюсь туда выходить. Знаешь, Георгий, Иисус исцелил бесноватого. И бесноватый боялся, что в него бесы войдут, если он отойдет от Христа, и я пойду с тобой. А Иисус говорит, вернись домой и домашним расскажи, что тебе Бог сотворил. Все, учеба кончилась. Так он так возвысил, что домой-то не пошел, а захватил весь город и шел по городу и всем говорил. Евангелие так говорит. Вот так. Ну, бесноватый. Он вообще слов-то мычать только умел. Полил. Курсы кончились. В следующий раз, в следующее воскресенье зайду и сподниваю. Обязательно. Вы найдите еще каждый человек одного до второго. Так что, Вячеслав, давай работай как следует. Распространяй. Это твоя идея, твое детище. А я попутно у Славы хотел спросить. То есть, я вот сейчас роликов этих нас записывал. Ты вот мне программу скинул. Мне сейчас что нужно сделать? Матерки все вырезать и там, где не было разговоров, это все убрать, да? Да, да. А потом тебе скинуть, да? То есть, то, что лишнее, где разговоров нет, это все мне надо вырезать, да? Да, да. Георгий, Георгий. Да. Я вот из опыта тоже. Когда что-то страшно заходить в рулетку и как-то не хочется, духа нету. Помолишься и как бы хорошо на Бога уповать в этот момент. А когда я захожу и прям уверенный такой, думаю, сейчас прям там на благовествую, разнесу. То все плохо получается. Все плохо. А когда нет уверенности, у тебя только на Бога уповаешь и заходишь, и хорошо прям получается течет все как вода. Аминь. Наоборот все, наоборот. Не надо ждать уверенности, ее не будет, надо Бога уповать. Я гордым против, смиренным дает благодать. У меня опыт вот в раздаче святого Евангелия был. Вот такой взлет, такой душевный порыв тоже с молитвой. Прочитал молитву и пошел. И прям так все открывалось. Прям радостно вот так все шел. И все люди откликались. Абсолютно все. Всем раздавал. Задним 40 книг раздавал. Это такое ощущение. Прямо сейчас вот перехожу в это состояние. Такая радость была. Иди еще вот прям. Ну все, распускайте с миром. Сейчас уже скоро начинать. Все, с Богом. Поблагодарим Бога. Давайте поблагодарим Бога, да. Игнать Игорьевич, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, как велика милость твоя в воскресный день. Ты позволил сеять семя твое, произрасти его по воле твоей святой, дабы сорняки не заглушили. Ибо мы ничего не стоящие рабы сделали то, что должно делать. Господи! Ароси, посеянная, взрыхли почву. Истреби сорняки. И собери урожай. Тебе, Боже, хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господь Бог, Творец неба и земли, дал человеку Своему.